Абсолютно в каждой семье есть свой герой, который в 40-е годы прошлого века отвоевывал право на жизнь для себя, своих близких и своей родины. Каждая школа – это, по сути, тоже семья, просто большая. С 2013 года ОНФ реализует проект «Имя героя – школе». Учащимся предлагается присвоить своим учебным учреждениям имя известного земляка, который внес вклад в защиту Отечества. Во вторник такого героя выбирали в школе номер 18. Здесь нет победы. Здесь сам процесс очень важен, когда ребята изучают, кто в этой школе учился, изучают, кто в этой школе работал, какие подвиги они совершили. Потому что героем школы может стать не обязательно герой СССР или герой России, или, например, какой-то награжденный какими-то другими знаками отличия. Может стать любой человек, который внес в победу какой-то вклад, какой-то подвиг совершил. Соответственно, это может быть не только человек, но и воинское формирование. Кандидатур в этой школе три. Каждое имя известно на всю страну. Маршал Александр Василевский, генерал Александр Горбатов и поэт-маринист-подводник Алексей Лебедев. Последний погиб в начале войны в ноябре 1941 года. Наша школа обладает большим объемом информации о данном человеке. Мы имели честь лично пообщаться с его родственниками, также власть переписка, с моряками-подводниками. Еще немаловажный факт, что пионерская дружина нашей школы в 70-80-е годы носила именно его имя. Именно Алексей Лебедев в качестве своего героя и выбрал ассоциации старшеклассников практически единогласно. Подлодка Л-2 совместно с подлодкой М-98 вышла из Кронштадта. При форсировании минного заграждения подводная лодка Л-2 дважды подорвалась на мине. После второго взрыва затонула. Из всего экипажа спаслись только трое. Погиб поэт-маринист Алексей Лебедев. Присвоение имени героя процедура скорее символическая. В документы никаких юридических изменений внесено не будет. По желанию можно установить памятный знак. В акции уже приняли участие четыре школы Ивановской области. Елена Белова, Денис Денисов, Артова Иванова.